МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовность номер один. Губернатор Преамурия проверил подготовку резервного госпиталя к приему зараженных коронавирусом. Набережные Близнецы. В Благовещенске стартовало береговое укрепление участка реки Зея по схожему с набережной Амура проекту. Через тернии к звездам мастер-классы по искусству «Быть ведущим» провели для Благовещенской молодежи известные шоумены и дикторы. Об этом и многом другом расскажем в ближайшие минуты в эфире новости города. Здравствуйте. Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами. Соответствующее поручение в связи с предупреждением распространения коронавируса подписал глава Кабмина Михаил Мишустин. Исключение составят лишь рейсы, которые вывозят россиян на родину. Кроме того, председатель правительства поручил до 1 июня приостановить прием людей в санаториях, а до 5 апреля закрыть заведение общепита, за исключением тех, что занимаются дистанционной торговлей. Усилили ряд мер по нераспространению новой пневмонии и в Преамурии. С завтрашнего дня, 28 марта, закрываются все торговые центры, фитнес-залы и другие места массового скопления людей. Распоряжение подписал губернатор региона. А по решению мэра города на недельные каникулы уйдут детские сады, школы и досуговое учреждение Благовещенска. Между тем, за последние сутки на горячую линию 112 поступило 256 обращений амурчан по вопросам о коронавирусе. Тем временем в городской клинической больнице Благовещенска развернули резервный инфекционный госпиталь. Несколько мест оборудовали на базе двух отделений медучреждения. Насколько все готово к поступлению зараженных коронавирусом, проверил губернатор Василий Орлов. Главе региона показали палаты интенсивной терапии и реанимации. Они оснащены в соответствии с требованиями Минздрава. А также резервную реанимацию. В ней можно разместить еще 12 коек. Рассказали, что штат в инфекционном госпитале полностью укомплектован. Если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, врачи будут привлекать из других больниц. Двухмесячный запас медикаментов, средства индивидуальной защиты тоже есть. К слову, это не единичное медучреждение в Благовещенске, где развернули инфекционный госпиталь. Такой же, но уже на 280 мест подготовили в стационаре детской городской больницы. И к другим темам. Парня с краской для граффити задержали благовещенские полицейские. Теперь молодого человека подозревают в вандализме. Во время патрулирования улиц правоохранители увидели разрисованную краской автобусную остановку. Недалеко от нее стражи правопорядка заметили компанию молодежи. У одного из юношей на руках оказались следы краски. Молодых людей доставили в дежурную часть. При досмотре личных вещей в рюкзаке был найден баллончик с краской. Молодой человек признался, что это он нарисовал граффити сразу в нескольких местах города. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. А задержанного проверяют на причастность к еще одному такому эпизоду. Напомним, ночью 16 марта четверо молодых людей краской из баллончиков испортили конструкции и сооружения по улице Калинина. От действий художников пострадала и детская площадка на набережной Амура. Удалось полицейским разыскать и водителя автобуса, который на перекрестке Калинина и Красноармейской сбил девушку, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора, и скрылся. Напомним, происшествие случилось утром 19 марта. Правоохранители составили в отношении водителя автобуса административный протокол. Сейчас материалы направлены мировому судье. Между тем, полицейские напоминают, если вы стали свидетелем ДТП, после которого один из участников скрылся с места, не проходите мимо. А дождитесь прибытия экипажа ГИБДД, поскольку вы сможете рассказать об обстоятельствах и деталях случившегося, что позволит найти по горячим следам скрывшегося рулевого. Участок реки Зея в районе улицы Заводской полностью готов к работам по берегоукреплению. Строители приступили к отсыпке территории. Защитить от паводковых вод и благоустроить подрядчику предстоит около 660 метров Зейской набережной. На это уйдет два года. Соблюдается ли график работ, проверил первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев. Как организована работа в части графика работы? То есть у вас в одну смену организована или в две? Нет, работа сейчас организована в одну смену. Одна смена, 10 рабочих и 20 спецмашин за месяц подняли берег Зеи в этом месте на полтора метра. Ушло больше 8 тысяч тонн скального грунта и в два раза больше пищайно-гравийной смеси. Осталось все хорошенько утрамбовать и подготовить основание для установки железобетонных конструкций. Опыт у строителей достаточный. Часть брикады трудилась над берегоукреплением Амура. Но различия у двух рек, говорят, видны, хоть и незначительные. Зея немножко шустрее, чем Амур. Она, так сказать, даже не знаю, как выразится. Она резче поднимается, поэтому немножко сложнее она будет из-за этого. Посмотрим, какой год будет. Если сильно водянистый, то будет, конечно, тяжело. А если не будет дождей, то будет нормально. Подпорная стена, которую сейчас возводят, не позволит подмывать берег во время паводка и защитит часть Благовещенска от подтопления. Ради этого строители готовы даже начать трудиться в две смены. Днем строить по полной, а ночью выполнять бесшумные работы, чтобы не беспокоить местных жителей. Последние, кстати, на стройку наведываются регулярно. Сергей Глухов купил квартиру в этом районе в 2014 году. И не ожидал, что здесь будут настолько масштабные перемены. Это большой плюс, потому что хотелось, чтобы это все было оформлено каким-то образом, либо эстетический вид имело и так далее. Поэтому, естественно, в радость и местные жители только это приветствуют. По словам властей, участок Назей будет выполнен в одной концепции с набережной Амуром. На его берегу укрепление и дальнейшее благоустройство из бюджетов всех уровней уйдет свыше 380 миллионов рублей. Единственное отличие от набережной реки Амур – это отсутствие на сегодняшний день облицовочного материала в виде гранита. То есть благоустройство будет сделано в виде тротуарной плитки, а бетон будет деловаться другим способом. Как будет выглядеть обновленный берег реки, можно посмотреть уже сейчас. Согласно ролику, сделанному подрядчиком, вдоль зей протянутся пешеходные и велосипедные дорожки. Будет проезжая часть для автомобилей, две смотровые площадки, лавочки, фонари – все, что требует места отдыха. Планируется, что оценить новый участок горожане смогут в ноябре 2021 года. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Сразу три инвестора хотят строить международный терминал Благовещенского аэропорта. В области завершился прием заявок на участие в конкурсе строительства и реконструкции воздушного комплекса. По условиям соглашения, инвестор должен будет построить новый международный терминал, провести реконструкцию грузового комплекса и привокзальной площади с расширением парковочной зоны. Улучшения должны коснуться и действующего терминала внутренних авиалиний. В агентстве Амурской области по привлечению инвестиций отметили, что все три заявившихся компании имеют большой опыт по строительству, реконструкции и эксплуатации подобных объектов. Победителя конкурса определят в начале апреля. Развить навыки актерского мастерства, научиться ораторскому искусству. Эти и другие умения, нужные для успешного диктора радио и телевидения, совершенствовали благовещенские студенты в школе ведущих. В течение недели известные медиаперсоны делились с ними своими знаниями, мыслями и секретами. На завершающем мастер-классе побывала наша съемочная группа. Кто стал ее спикером, узнаете прямо сейчас. Никогда не прячьтесь, всегда будьте открытыми. Вы всегда должны показывать, что вам нечего таить, что вы уверены в себе, можете уговорить кого угодно на что угодно. С такого совета начал свой мастер-класс по искусству быть ведущим известным во всем городе спикер и шоумен Макс Радман. Второй больше читать вслух. Это поможет правильно расставлять акценты и говорить размеренно. Последний совет очень пригодился студентке колледжа Юлии Куликовой. Попасть на такой мастер-класс она мечтала давно. И именно к этому спикеру. Однако его появление в школе ведущих для девушки стало все же сюрпризом. Я не думала, что он здесь будет. Я просто, я вот эти все дни, я не обращала, кто будет последний. И когда я сегодня увидела, просто смотрела, что будет Макс Радман, у меня просто слезы на глазах. Я очень рада была. Радман не разочаровал. За час поделился секретами успеха хороших ведущих и на примерах показал, что путь открыт для всех. И получить признание в этой профессии смогут даже те, у кого есть дефекты речи. Если правильно себя подать. Как это делал известный бывший радиоведущий Александр Логопед. Кто-то либо Саше подсказал, либо он сам сообразил. И он стал изображать еврея. В эфире он был таким абханом. Он говорил все эти словечки такие и так далее. Про Одессу, Произраиль и все остальное. Это было смешно, прикольно. Организовала школу ведущих городское управление по физической культуре, спорту и делам молодежи. Чтобы попасть на проект благовещенским студентам, пришлось убеждать организаторов в искренности своих желаний. Когда я видела, что вот эти 40 человек, которые мы отобрали, это прям самые интересные анкеты, где я читала и думала, блин, вот ему надо сюда, потому что вот он действительно хочет. Я им верила, ну и соответственно они здесь. Для тех, кто сегодня здесь, такой мастер-класс – отличный опыт для старта в профессию. Однако, как отмечают знающие и ведущие, при всем при этом никто не отменял постоянной самостоятельной работы над собой. Если кто не задумается и решит, что это волшебная пилюлька, которую он съест и сейчас же станет крутым ведущим, ничего не получится. Все зависит только от собственного желания, все в голове, от мотивации. Алена Лепкалова, Денис Лугов. Программа «Город». Рассказали о семейных ценностях и напомнили о годах войны. Влаговещенске подвели итоги конкурса социальной рекламы «Отражение». Он стал уже 14-м и собрал порядка 200 участников. На конкурс было представлено 18 работ в четырех номинациях. Социальный плакат, видеоролик, короткометражка и фото. Главной темой конкурса стало 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Победителем в номинации «Социальный ролик» стал студент АБГУ Максим Тихановский. С работой. Спасибо. Жизнь. Любовь. Друзья. Жюри конкурса в первую очередь обращало внимание на выбранную участниками тему и полноту ее раскрытия. Победители получили премию 11,5 тысяч рублей. Увидеть лучшие новостные сюжеты недели всего за полчаса приглашает коллектив нашей телекомпании. О самых важных и интересных событиях мы расскажем в итоговой программе «Город. События. Люди». Зайти в Благовещенский городской суд, как и в любой Амурский, сейчас просто так не получится. Двери учреждения Фемиды закрыли неделю назад. Причиной стала угроза распространения коронавируса. Как устроена работа Благовещенского городского суда в период карантина? И можно ли подать заявление дистанционно? Какие растения у себя дома выращивает труженица тыла? И какой наградой мужа гордится больше всего? И чем удивили горожан на традиционной православной ярмарке? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в материалах наших корреспондентов. Они разузнали все в деталях. Субботний выпуск «Город. События. Люди» смотрите в 18.20. В воскресенье его повторят в 10 утра и после 8 вечера. Эта информация завершает выпуск. Я с вами прощаюсь и напоминаю, присылайте свои истории, фото, видео на наш WhatsApp, и они станут новостями в программе «Город». Всего вам доброго и хороших выходных. В субботу 28 марта в Благовещенске утром. Вечером пасмурно, минус 5, слабый ветер подует с запада. Днем он резко усилится, в порывах будет достигать 11 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до плюс одного. Все небо затянет плотными облаками. Вечером все те же облака, на термометрах ноль, юго-западный ветер. Ночью он не изменится, небо чистое, получится рассмотреть звезды, похолодает до минус двух. Атмосферное давление в эти сутки будет держаться в пределах нормы, преимущественно 744 миллиметра ртутного столба. Хорошенько отдохните в предстоящие выходные и берегите свое здоровье. В пединституте на естественно-географическом факультете с 1953 по 1957 год училась Эмма Лапаухова. Здесь жена начала заниматься на хоровом отделении. Казалось, что сама душа девушки просит песен, хотя счастливых моментов в жизни Эммы до того времени было не так уж и много. В сороковые годы семья Лапауховых из девяти человек поселилась в поселке Завитая. Ютились все вместе в маленькой двухкомнатной квартирке. Здесь же маленькая Эмма на всю жизнь запомнила, как гром среди ясного неба пришло страшное известие. Началась великая отечественная война советского народа против немецко-бартийских захватчиков. Тогда девочке было 6 лет. И сразу на плечи старшей Эммы свалилась забота о младших братьях и сестрах. Ведь папа и мама дома практически не появлялись. Потом девочка пошла в школу и одновременно начала работать на плодопитомнике в бригаде на железной дороге, где такие же дети, как и она, подметали шпалы между рельсами, помогали убирать в колхозах картошку и заготавливать сено. До нужной станции добирались на подножках вагонов, в тамбурах. Машинист притормаживал, и ребята прыгали на ходу, обдирая руки, плечи, ноги. Но работать было надо. И есть тоже. Правда, в военное время с пропитанием было сложно. Поэтому ели Эмма с братьями и сестрами, что могли. Мама часто собирала в поле гнилую картошку, покупала соевое тесто и делала лепешки, которые пекли на плите. А когда папа, вернувшись из долгой поездки, вынимал из-за базухи черную от сажи булочку, это лакомство для ребятишек было все равно, что конфетам. Я никогда не выброшу кусок хлеба, если он остался. Никогда. Я лучше его положу, что другие там что-то поели, выбрасывать. Нет, никогда этого нет. Потому что мы приучены к этому. С детства экономить во всем. Конечно, тяжелая была у всех жизнь. Недоедание как-то, вот все это. Обуться не во что было. Подшитые валенки вечно. Я, вы знаете, я настолько сама научилась подшивать валенки, могу сейчас подшить вам на пятерку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова